Всем привет! С вами MailStorm и вы смотрите ДОТАСКОВ! Игровой стиль и стратегии китайских команд по-прежнему слишком простые. Коллективы не имеют импровизировать. Западные составы всегда пытались исправить ошибки на драфте необычными линиями, сменой ролей или неожиданными решениями. Сю Бернинг Джилей. Для сегодняшнего выпуска я решил разобрать первую игру гранд-финала PGL Major между Virtus.pro и Vici Gaming Jeremy Thunder. Почему? Во-первых, потому что это гранд-финал. К тому же первая карта, на которую не наложен отпечаток плохой морали. Во-вторых, нет более прямолинейной команды, чем VGJT. А Медведя – самый яркий пример так называемого Криптонита для китайской доты. С самого начала китайский коллектив начинает уступать на линиях. Брюмастер плох против Дизраптора и Джаггера. Но Уван отлично стоит на гирокоптере и как минимум не проигрывает Лансеру. А на топе навязана очень неприятная дота, в которой Луна не может фрифармить, а иногда даже погибает. Мы начнем разбор с восьмой минуты. Драка на баунтируем. Вичи стягивают на помощь брюмастеру тяжелую артиллерию, но Гира находит руну двойного урона. Как следствие, китайцы теряют Луну, Брюмастера и Бэйна. Воспользовавшись тем, что враг стянул много героев вниз, Роджер и Паш начинают агрессивно давить топ. Бэйн выходит из таверны и летит на помощь Титану. Туда же направляется и брюмастер, который реснулся чуть раньше Луны. И вот это я и считаю моментом, когда в AGJT начали упускать нить игры. В самой проигранной драке не было ничего страшного, как и в агрессии на топе. Но вместе эти два фактора выбили из клей очень грозный на тот момент китайский коллектив. Вот о чем я. Луна ошибочно направляется вниз, так как на топе уже находятся три героя, а в миде стоит лансер. Но снизу ее ждет Джаггернаут, способный расправиться с ней в одиночку. Не боящийся Эклипса, обладающий большим уровнем и ценностью. В таких условиях Луна не добирает фарм и постоянно боится выйти в леса. Даже драка на 12-й минуте не сильно меняет дело. После респауна Джаггер выходит пушить топ, Луна остается снизу, но все еще вынуждена пугливо отсиживаться и не добирать фарм, так как прикрыть ее в этой части карты попросту некому. Наверх и в свой лес ей дорога теперь точно закрыта. Обратите внимание на этот вард. Совсем скоро мы к нему вернемся. 14-я минута. Медведи в пятером, Вичи втроем. И если Фриз продолжает фармить и пушить, то Луна зачем-то стягивается в уже закончившуюся драку. На 15-й минуте потерянный Сайлар совершает поворот не туда. А Титан не успевает отступить. Благодаря вардам, поставленным в прошлой атаке, ВП забирают Брюмастера. Затем ломают первую вышку в центре. С помощью вардов, поставленных в этой атаке, черно-оранжевые зажимают Луну на нижней линии и ломают вторую вышку в центре. Восемь тысяч преимущества на 17-й минуте. В дальнейшем Вичи немного приходят в себя и Сайлар получает долгожданный фарм. Вроде бы можно играть, хоть и с трудом, но только раз за разом ВП побеждают в драках. Где-то из-за перефарма, где-то из-за ошибок оппонента. Думаю, что вы уже примерно поняли, а может быть вспомнили ход игры. Я выделил два момента. Восьмая и пятнадцатая минута. Почему? Что принципиально отличает игру до восьмой и до пятнадцатой от игры после? После неудачи на восьмой минуте Вичи потеряли нить игры. Они продолжали делать вылазки, но забыли, зачем они их делают. Вылазки нужны, чтобы создать спейс для Луны. Но выигрывая время, Луна не получала достаточно фарма. После пятнадцатой минуты Вичи вовсе перестали пытаться атаковать. Не было ни одной попытки выйти. То есть после пары неудачных драк, они вообще потеряли веру в успех своих гангов. Именно поэтому ВП так круто смотрелись. Они всегда были в атаке. Пару слов о личном исполнении в EGJT. Да, оно было на крайне низком уровне. Но любой, кто играл в доту, согласится с тем, что когда у команды есть план, то и кнопки жмутся лучше. Если же тебя метелят, а плана действий нет, то ты просто теряешься. Что мы и видим зачастую в микромоментах. Неспособность китайских команд сохранять холодную голову загнала их в угол. Неспособность импровизировать, о которой писал Бернинг, проявила себя самым ярким образом. ВИЧи ничего не придумали в критической ситуации. Их хватило лишь на то, чтобы играть по инерции. Игра развалилась, руки опустились и вместе с первой картой они отдали весь финал. Можно сколько угодно разбирать атакующие варды ВП и говорить, что их законтрить нетрудно. Но для того, чтобы это сделать, нужно как минимум четко видеть свои цели в игре. Сейчас китайские команды очень плохо выбираются из-под прессинга. В такой момент они просто начинают ждать ошибки соперника. Но не делают ничего, чтобы соперник ошибся. И если эта тенденция продолжится, то Китай рискует не выиграть в этом году ничего. Но мне кажется, что Поднебесная нас еще удивит. Субтитры создавал DimaTorzok